Здравствуйте! В эфире программа «Служба 112» и я ее ведущий Заура Дельгиреев. Прокуратура Республики Дагестан провела проверку по исполнению воинской обязанности и противодействию коррупции. По имеющимся данным, молодежь призывного возраста все чаще уклоняется от армии. Подробнее далее. С апреля по июль 2017 года ввелся призыв граждан на военную службу. Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования было отправлено на 1950 человек. Из них 505 человек, имеющих высшее профессиональное образование. Несмотря на принимаемые меры, среди призывников есть и те, кому удается избежать службы. Прокуратура Дагестана всерьез взялась за молодых людей призывного возраста, которые уклоняются от службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Наиболее характерными нарушениями являются надлежащее ведение учетных дел призывников, непринятие мер к привлечению к ответственности граждан, которые уклоняются от военной службы, от вызова на заседание военных комиссариатов, призывных комиссий, а также от медицинского свидетельствования для приема на военную службу. В результате проведенной работы должностными лицами отделов военного комиссариата Республики Дагестан по муниципальным образованиям, а также силами отделов внутренних дел, разыскано 489 человек. Из них 61 человек был привлечен к административной ответственности. Когда нет возможности выйти вообще за границу, ну, дозволенного, там бывают своего рода ограничения, но в то же время там устав тебе, твоему здоровью это полезно, так как ты там в 6 утра встаешь, постоянно какие-то зарядки есть, там какой-то физический труд постоянный, какую-то пользу и ты приносишь вообще своему государству, потому что без дела там не сидишь, обязательно какие-то работы там бывают. Следует отметить, что за уклонение от военной службы для граждан предусмотрена законом уголовная и административная ответственность. Кроме того, как известно, в июле текущего года президентам подписан закон, согласно которому лица, уклонившиеся от военной службы, не вправе занимать должности муниципальной и гражданской службы на строк более 10 лет. Также в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения в работе образовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию. Аналогичные нарушения установлены еще в 15 общеобразовательных учреждениях города. Камиль Девятов, Джалал Магомедов, специально для службы 112. Сотрудники ГИБДД провели рейд. Привычные столичные улицы полицейские сменили на менее спокойные в плане нарушений город Хасавюрт. Рейд осуществлялся с привлечением сотрудников из управления ГИБДД и полка республиканского ДПС. Чем закончился рейд в материале нашего корреспондента? Принесение службы, соблюдать меры личной и коллективной безопасности, а также вежливое и тактичное обращение с участниками дорожного движения. Сотрудники ДПС обязаны были проверить каждый затонированный автомобиль, передвигающийся по улицам Хасавюрта. Основной задачей, поставленной перед сотрудниками ДПС, было доскональное обследование и проверка автомобиля на наличие оружия, наркотиков, а также взрывчатых веществ. Ждать пришлось недолго. В одном из автомобилей, нарушивших ПДД, была обнаружена запрещенная исламская литература и оружие. Куда же без него? Водитель оказался жителем города Хасавюр. При нем был обнаружен травматический пистолет, переделанный под боевой с тремя обоймами, приспособленный к стрельбе с глушителем. На данный момент рейдовые мероприятия дали свой результат. Есть около 30 машин, доставленных для дальнейшей проверки, а также задержанное урожение с города Хасавюрта с огнестрельным оружием. Подобные рейдовые профилактические мероприятия сотрудники республиканского ГИБДД будут проводить еженедельно. Камиль 9 специально для службы 112. Поваленные деревья, сорванные рекламные щиты, опорные столбы линии электропередачи, упавшие на автомобиле. Все это произошло за считанные минуты в Махачкале. 45-градусная жара сменилась ураганным ветром и проливным дождем. О последствиях природных катаклизмов смотрите далее. Аномальная жара, установившаяся на неделю, сменилась на прохладу, которую так долго ждали жители Дагестана. Как выяснилось позже, радоваться дагестанцам пришлось недолго. Резко изменившиеся погодные условия застали врасплох жители столицы республики. Представители МЧС заранее сообщали о надвигающейся жаре и просили жителей республики соблюдать меры предосторожности. МЧС России по республике Дагестан просит вас соблюдать бдительность и осторожность при нахождении на улице, вблизи деревьев и линии электропередач. При усилении ветра стараться не выходить из домов и находиться на безопасных расстояниях. Скорость ветра достигала 100 метров в секунду, унося настил из крыш, срывая рекламные щиты и с корнем вырывая деревья. Больше всего стихия досталась водителям. Из-за упавших бетонных столбов и деревьев разбиты десятки машин. Некоторые из них не подлежат ремонту. В считанные минуты небольшой дождь перерос в ливень. Дороги превратились в реки. Люди в отчаянии, не дождавшись маршрутного такси, переходили дороги, несмотря на то, что вода доходила до колен. С такой стихией не справились бы, пожалуй, никакие канализационные люки. Многие улицы были обесточены, светофоры перестали работать, из-за чего возникали многочисленные пробки на дорогах. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС Российской Федерации по Республике Дагестан, ГИБДД, Махачкалинских электросетей, Горзеленхоза Махачкалы и другие. Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Будьте бдительны, берегите себя и свое имущество. Камиль Девята, специально для службы 112. На этом наша программа подошла к концу. Берегите себя, берегите своих близких и помните, жизнь у нас одна. С вами был Завра Длегереев. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!